Калейдоскоп В переводе с греческого слово «калейдоскоп» буквально означает «я вижу прекрасное». Глядя на экспозицию, разместившуюся в историко-культурном центре, с этим сложно не согласиться. Живопись, графика, скульптура, изделие с керамики и батик. При входе гостей встречает длинный портретный ряд, созданный директором ДК «Воскресенская» художником Александром Клочковым. Портретов в этом году на выставке очень много, и каждый достоин отдельного внимания. Всего на выставке представлено более 200 работ. Среди участников есть как маститые художники, так и совсем юные. Вот этот портрет нарисовала 10-летняя Полина Бабурина. Свою героиню Полина увидела на странице журнала и решила, будет рисовать ее портрет. Это первая работа девочки, выполненная масляными красками. У нее такой характер, она как будто и спокойна, и немножко такая радостная очень, и держит в себе что-то. Мама Полины, художница Татьяна Бабурина, во всем поддерживает дочку, но старается дать ей разностороннее образование, считая, что та сама должна выбрать свой жизненный путь. Сама Татьяна тоже не сразу нашла свое призвание, успев поработать и в медицине, и в сфере управления. Сколько себя помню, наверное, столько я рисую. В свое время очень захотелось, получила кучу образования, а потом решила все-таки для души, потому что у нас, наверное, все-таки нет ничего выше творчества и искусства. Заслуженный художник России профессор РГГУ Геннадий Животов предоставил на выставку серию портретов своих студенток. Многие даже не понимают этого, потому что, ну вот кто такие студенты? Им 21, 22, 19, 17. Лучше никогда они не будут, особенно девушки, так мягко скажем, понимаете? Они даже этого не понимают, что это пик их, ну что ли, красоты, вот какого-то очарования. Экспозиция открыта для посещения до 25 февраля каждый день, кроме понедельника. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.